Добрый вечер И завершение этого мятежа тоже хорошо известно Все те, кто имел претензии против назначений, которые сделал Муше Против назначения его брата Аарона первосвященником Против назначения левитов служителями храма Вместо первенцев, как это было раньше Все те, кто имели против этого претензии, погибли Вот как рассказывает об этом Тора И отошли все в сторону от жилищ Короха, Датана и Аверама Муше предупредил, чтобы все отдалились от их жилищ Потому что будет здесь нечто необычное К этому все шло, ибо, как мы уже не раз говорили раньше Спорить с претензиями и спорить с доводами Короха и его сообщников не было смысла Ибо спор сводился в конечном итоге к одному вопросу Все то, что сделал Муше, это было по велению свыше И тогда, даже если это выглядит не очень логичным Не очень тактичным, не очень политкорректным Но поскольку это по велению свыше, то так и должно быть Либо прав Корох, который говорит, что Муше сделал все эти шаги по собственному разумению И тогда у него есть целый ряд совершенно справедливых возражений, претензий Стало быть, вопрос сводился только к одному Поверял Всевышний Муше или нет? Выяснить этот вопрос можно было только одним способом Если Всевышний вмешается и сам своим действиям покажет, что он действительно выбрал Муше Что факт такой был Тогда спор заканчивается И вот все отошли в сторону от жилища Короха, Датана и Аверама Вожди восстания Датана и Аверам вышли, встав у входов своих сатров Со своими женами, сыновьями и младенцами Полное единство Среди бунтовщиков Не только сами вожди, но и их семьи, их жены и дети И сказал Муше, вот как вы узнаете, что Бог послал меня сотворить все эти дела И что я не действовал по своему разумению Если эти люди умрут обычной смертью и постигнет их удел всякого человека То значит не Бог послал меня Но если Бог создаст нечто совершенно новое И земля раскроет свои уста и поглотит их со всем, что им принадлежит Так что они сойдут в могилу живыми Вот тогда вы познаете, что эти люди презрели Бога И было Лишь только Он договорил эти слова до конца Как земля раступилась под ними И разверзла земля и поглотила их И их домочадцев И всех людей Короха И все их имущество Стоп, 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 стоп И разверзла земля и поглотила их И их домочадцев И жен И детей А дети здесь при чем? Если Корох, Датан и Авирам Заслужили этого наказания Если они, в общем-то, их предупредили Они знали, на что они идут Но при чем здесь малые дети? Разве они виноваты в том, что делали их родители? Разве не естественно, что дети поддерживают своих родителей? Почему же тогда они погибли? Раши отвечает на наш вопрос Словами мудрецов из Талмуда Смотри, какие тяжелые последствия Имеет раздор То, что называется Махлокет Ведь, как известно Земной суд не карает человека До появления у него признаков зрелости То есть Человек становится ответственным За свои поступки Перед земным судом По закону Тор С того момента, как ему исполняется 13 лет И он становится В отношении Зрелым Человек Это суд земной А высший суд А небесный суд не карает до 20-летнего возраста Еще больше Здесь же Погибли также и младенцы Понятно, почему Суд Не карает детей И не наказывает Потому что для того, чтобы быть ответственным за свои поступки Чтобы получить наказание Нужно быть ответственным за свои поступки А чтобы быть ответственным за свои поступки Нужно Иметь свободу выбора То есть Должна быть ситуация В которой человек может Взвесить свои Планы И решить Поступить ему или не поступить Человек, который не может Не поступать Так, как ему захотелось И не в силах Взвешивать Безусловно, он за свои поступки не отвечает И не наказует Поэтому Детей суд не наказывает Ни человеческий суд Ни Божий суд Но здесь Мы видим Вот в этой самой ситуации Из-за раздора Погибли и дети тоже Так отвечает Раша Ну И трудно заметить, что В общем-то это не ответный вопрос Мы спрашиваем Почему здесь дети погибли А Раша отвечает Потому что это махлокет Это же раздор А в раздор погибают и дети Так хорошо Я понимаю Раздор это не так Как во всех остальных Проступках За все остальные Не наказываются А А почему За раздор наказывается Ведь вопрос Остается тем же самым Даже если мы скажем Что это только по отношению К раздору Только по отношению К раздору Мы видим это явление Что погибли здесь И малые дети Но почему Ведь не может же Это быть наказанием Им за их грехи Потому что Они еще Не в состоянии выбирать Они не отвечают За свои поступки Они не здесь способны Может быть имеется ввиду Что это наказание За грехи отцов Тора тоже всюду и везде говорит Что сын не несет ответственности За преступления отцов А мораль из Праги говорит Что смысл вражи здесь вот какой Чем действительно отличается Здесь раздор От всех остальных При грешении Вообще Когда мы говорим О воздаянии О последствиях Поступков человека То всегда нужно Различать два аспекта Есть наказание То есть Это административное воздействие Некто кто властвует Обязательно по отношению к Богу Некто кто властвует Озвучивает закон Так делать нельзя И есть санкции А так тот кто сделает Понесет такое-то наказание Это верно по отношению к заповедям Всевышний в Торе указал целый ряд заповедей И по отношению к ним есть санкции И указанные прописанные санкции В ряде случаев это может быть Это смертные грехи В которых санкции является Потеря жизни Смерть Это может быть и земные власти Власти могут указать закон По которому по этой улице Есть одностороннее движение Можно здесь ехать только в одну сторону Стало быть тот кто поедет в другую сторону Есть санкции Он получит штраф А еще власти ограничили скорость движения И тот кто поедет здесь больше этой скорости Может быть даже штрафом не ограничится А могут и права отнять на время Есть санкции Но есть еще второй аспект А именно Естественные последствия поступков Если врач Предупредил больного Чтобы он Не ел острых Жареных И жирных Блюд А врач его ослушался Врач приказал А больной его ослушался Врач приказал Больной ослушался И чувствует страшные боли в животе Почему он чувствует эти боли Потому что врач его наказал Потому что есть санкция Врач его предупредил Что будет плохо Но это не санкция И не наказание врача А это естественный результат поступка Врач просто знает Что человек вот с таким-то С такими-то данными С такой-то болячкой Если он будет Остальным людям пожалуйста Остальные люди могут есть И жареное И острое И жирное И ничего с ними не будет А вот этот человек С его болячкой Ему будет плохо Это не наказание Это естественный результат То же самое объясняет мораль По поводу вот этих слов Раши Что касается раздора Мы видим Какие жуткие последствия Есть у раздора Что из-за него гибнут дети Это не наказание Всевышний не наказывает детей Никогда Ни при каких условиях И в случае раздора Тоже он не наказывает детей Дети гибнут Поскольку это реальность Ибо раздор Как говорят наши мудрецы Возник Еще во второй день творения Вместе Два основных Творения Второго дня творения Это Раздор Раздор и гейном Ад Они две стороны одной медали Не случайно они создаются вместе Ибо суть их Ибо суть их близка Природа их близка Поэтому человек Который оказывается Замешанным в раздоре Он уже имеет отношение к гейному Это не наказание детям За грехи отцов Это естественный результат Того что отцы затеяли Если К примеру Если Родители Скажем Которые Родители страдают алкоголизмом И они Их зачат ребенок Рождается этот ребенок И выясняется Что он Инвалид Это наказание Ребенку За алкоголизм Родителей Нет Это не наказание Это естественный результат Что вы хотите В таких ситуациях Могут быть Самые различные неприятности И мутации Что угодно То же и здесь Родители затеяли раздор Родители оказались Втянутыми В такой Тяжелейший Тяжелейший раздор В таком раздоре Погибают и дети тоже Это Естественный Результат И ни в коем случае Не наказание Вот теперь мы можем Перейти к Семнадцатой главе Семнадцатая глава С самого начала Стих первый И сказал Бог Муше Скажи Элязару Сыну Аарона Коэна Чтобы он убрал совки Из пожарища Ибо они осветились А угли пусть выбросит Так В самом В центре Всего этого раздора Стоял вопрос О праве На Священнослужение Кто имеет право Быть Коэном Служителем Кто имеет право Приносить Жертвоприношение Аарон и его сыновья Как назначил Муше Или И другие тоже Как утверждал Корах И его сообщники Вопрос этот решился Таким своеобразным Турниром Когда Муше Дал его условия А именно Одно Одно из Действий Священнослужителей Это Кторость То есть Воскурение Благовония Вот пусть Все те Кто Видят себя Претендентами На Священнослужение Пусть они Приготовят Эти Благовония Пусть возьмут Совок С углями Для Воскурения Благовония И Вот Тогда Претендентами Всех Претендентов На Священнослужение Кроме Арона Они Погибли И вот Теперь Всевышний Претендентами Напоминать Что были Сожжены И Расплющили Их Для Облицовки Жертвенника В память Сынам Израиля Чтобы Посторонний Который Не из Потомков Аарона Не Приближался Воскурять Благовония Перед Богом И Не Был Б Он Как Корох И Его Сообщество И Словами То Что Победил Всевышний Сделать Облицовать Жертвенник Медиум Из Которых Были Сделаны Те Самые Совки Было Произведено Она Завтра Возраптала Все Общины Израиля На Моше И Аарона Сказав Вы Погубили Народ Бога О том Что Произошло Назавтра Поговорим Чуть Позже Сейчас Вернемся К самому Началу Так Что Нужно Было Сделать Что Касается Углей Которые Были На Совках Выбросить То Есть Не Использовать Их В Храмовой Службе Но И Другой Стороны Не Использовать Их В Домашних Нужных Для Шашлыка И Выбросить А что Касается Совков То Они О Совке Этих Людей Согрешивших Против Своих Душ Расплющите В Тонкие Листы Почему Ибо С тех Пор Как Их Принесли Перед Богом Они Осветились И Останутся Знаком Для Сынов Израиля То есть Будучи Облицовкой Жертвенника Они Отныне Будут Знаком Но Эти Совки Для Того Чтобы Использовать В домашнем Хозяйстве Уже Нельзя Они Стали Кодыш Они Стали Принадлежностью Храмового Служения И Тогда Уже Вопрос А что С ними Делать Это Уже Всевышний Сказал И Расплющить И Облицовать Жертвенника Рамбан В своем Комментарии К этому Стиху Приводит Сначала Раши Ибо Они Ибо Они Осветились И Запрещены Для Любого Обыденного Использования Так Как Стали Принадлежностью Храмового Служения Так Объясняет Раши А я Не понимаю Говорит Рамбан Как это Произошло Как Произошло Это Запрещение Почему Могло Возникнуть Подобное Запрещение Ведь Они Принесли Чуждое Воскурение А Если Посторонний Воспользуется Каким Либо Сосудом Для Запретного Служения Вне Храма То Сосуд От Этого Святым Не Становится Понятно Посмотрим Законы Храмовой Службы Притрам Памер Если Какой-то Человек Который Решит Что Он Тоже Хочет Служить И Он Тоже Хочет Быть Как Священник Как Коин И Возьмет Какие-то Свои Домашние Какую-то Свою Домашнюю Утварь Свои Домашние Предметы Пользования И И И И Сг��� Своем Якобы Служении То Поскольку Служение Его Служением Не Являются Он Ни Коин Служит Он Не В Храме Делать такие вещи, к тому же, запрещено Не только, что это само неслужение Но и поступать так запрещено Поэтому, произошло ли что-нибудь, есть ли какие-то последствия По отношению к той утвари, которую он пользовался Теми предметами, которыми он пользовался Для своего лжеслужения, конечно нет, ничего не произошло Они как были, холь, то есть как были обычными трапезными предметами пользования Такими и остались Кодыш, то есть святынями, имуществом храма, принадлежностью храмовой службы Они не стали А ведь то же самое произошло и здесь Пришли люди, 250 претендентов и еще коров, 251 Которые вообразили, что они будут коаним, что они будут священниками Сделали вещь, которая служением не является Тогда почему же мы станем говорить, что вот эти самые совки Они превратились в кодыши, поэтому теперь что же с ними теперь делать Обратно их взять нельзя, ну что будем делать Покроемыми жертвами Как же объяснить это? Ну, этот ромбан я не понял Ну, быть может, можно объяснить так Я продолжаю читать ромбан Совки осветились потому, что приносившие воскурение действовали по указу мушей То есть пример, который был приведен раньше, он некорректный В примере мы говорим так Человек, который возомнил себя коином и решил Используя свои какие-то предметы Совершить якобы служение вне храма Так это не служение и вещь запрещенная Но ведь эти самые 250 прецедентов Они воскуряли благовоние, потому что мушей им так сказал У них были претензии на то, что они коины Оказалось, что они не коины И оказалось, что то, что они сделали И их благовоние, то, что называют ламуд Кторедзара То есть это чуждое воскурение Подобно тому, как это было раньше в истории с Надавом и Авил И они тоже погибли из-за этого Так было Но ведь в тот момент, когда они делали это действие Когда они клали угли в свои совки А на угли сыпали благовоние, они же действовали по указу мушей Он им указал это делать Он указал, верно, что он указал для того, чтобы доказать им, что они самозванцы Это верно Но они-то действовали по его указу И кроме того, они-то себя самозванцами не думали Они думали, что Арон самозванец А они-то как раз настоящие священники были Поэтому здесь нельзя сказать, что они использовали эти вещи в совершенно запрещенном действии Они действовали по указу муши И они посвятили свое служение небесам Это не было иглопоклонства И они рассчитывали, что Всевышний примет их служение И от него сойдет огонь на их совки И они навсегда станут настоящей утварью в шатре откровения Вот почему это здесь произошло Вот почему они стали действительно кодыш Ибо люди эти не намеревались совершить запрет Они были уверены, что они делают настоящее служение И к тому же они действовали по указу муши Так, может, можно объяснить По словам Раши Все, что Ромбан написал здесь, только для того, чтобы объяснить позицию Раши А мне кажется Здесь уже Ромбан высказывает собственное мнение А не объяснение позиции Раши Что следующую строку следует истолковать так Следующая строка сказана там о совке этих людей Согрешивших против своих душ Расплющите в тонкие листы для облицовки жертвенника Ибо с тех пор, как их принесли перед Богом Они осветились И если по Раши мы поняли Что они осветились в результате того Что было совершено служение И у нас возникли вопросы, но это же служение Некошерное, запрещенное И как могли они осветиться в результате такого служения Но Ромбан говорит, что понимать Его собственное мнение Ромбана Что понимать эту фразу нужно по-другому Вот как Ибо с тех пор, как принесли их перед Богом Они осветились Не служением Не благовониями Ибо с тех пор, как их принесли передо мной Я осветил их для того, чтобы они остались знаком Несунов Израиля То есть с точки зрения аллахической Говорит Ромбан Верно то, что мы сказали в самом начале С точки зрения аллахи Подобного рода лжеслужение Не может никоим образом посвятить И превратить Обычный предмет пользования В святыню Он не становится храмовой утренней Поскольку он на самом деле Не участвовал в служении Но, говорит Всевышний Поскольку их принесли передо мной То уже я их освящаю Не служение Произведенное с их помощью Посвящает их и делает их кодыш А я их посвящаю И делаю Даю им статус храмового имущества Для того, чтобы они Послужили в дальнейшем знаком Для всех сынов Израиля О том, что ждет того Кто претендует Не обоснованно на священнослужение Это Рамбан Нужно сказать, что Возражение Рамбана Не все принимают Еще раз Возражение его было в том Что не может быть так Чтобы обычный предмет Стал святыней И стал бы храмовой утварью В результате того Что с ним произвели действие Которое Является запрещенным И не является никоим образом служением А нациф В своем комментарии Мегдаварум Несколько раз Возвращается к этой теме Он говорит Обратите внимание Как здесь названы эти люди Эти люди Согрешившие против своих душ Такими словами Называют людей самоубийц То есть Эти люди не были недоумками Эти 250 человек Которые пришли вместе с Корохом И хотели Воскурить благовоние Они понимали Что Скорее всего Их ждет гибель Но они знали Что само участие В храмовой службе И в особенности В такой ее возвышенной части Как воскурение благовоний Оно дает человеку Духовный взлет Духовный подъем Который Ни на что не похож Ради этого Они сделали то Что сделали Они хотели Этого попробовать Они хотели Перейти за эту черту Они хотели Возвыситься Нельзя было Этого делать Точно так же Как человеку Нельзя Понятно Что нельзя Накладывать на себя руки А уж тем более Здесь И не только потому Что это было опасно И они действительно погибли Не только потому Что это было самоубийство С их стороны Прежде всего потому Что это было делать Нельзя Несмотря на все Те духовные преимущества Которые можно было При этом Получить Но это вещь запрещенная И ее делать было нельзя Но так или иначе Поскольку Желание их было Самое Возвышенное И стремление было Самое Самое Возвышенное То Как сказано Совки этих людей Они осветились Этих людей Согрешивших Против своих душ С тех пор Как их принесли Перед Богом Они осветились И теперь Они останутся Частью храма Нельзя сказать Что этими Совками При помощи этих Совков Было совершено Лжеслужение Потому что Намерение этих людей Было самое лучшее Так считает Нацик То есть Важно здесь Не ошибиться Ни в коем случае Нельзя делать Подобного рода Вещи Даже когда Это делают люди Очень возвышенные И очень духовные Языческое Мировоззрение Смотрело бы На это иначе Более того Всегда Время от времени Возникают В мире И к сожалению В иудаизме Тоже Возникают На полях Где-то там На обочинах Возникают Секты В основном Такого Мистического Супердуховного Характера Который В конечном итоге Сводит все К тому Что поскольку Они хотят Подняться На такой Высокий Духовный уровень То они имеют Право Им позволено Нарушить Различные Установки Закона Почти как Своим Знанием Своим 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 Духовным Уровнем И благодаря этому Я право Имею там И сам Нарушить Какие-то Законы К сожалению Такое Такое Течение Присутствует Существует И время от времени Слывает Я помню что Совсем еще В юном возрасте Когда я только Начинал Знакомиться С иудаизмом Мне попала В руки Книга Мартина Бубера Которую Он описывает Одного Из Праведников Приводит Такой Рассказ Что Этот Праведник Вошел К себе Домой В Хануку А в Хануку В Некоторых Общинах В Центральной Восточной Европе Был Обычай Играть Во всякие Азартные Полуазартные Игры Не только Этот самый Волчок Но и Другие И вот он Увидел Что несколько Молодых парней Играют в шашки Когда он вошел Они очень смутились Но он тут же Их успокоил Повествует Рассказ И сказал Что Шашки Это на самом деле Мудрая игра Из правила Этой игры Можно Выучить Важные основы Что же за важные основы Когда ты Простая шашка То ты можешь ходить Только по строго Установленным правилам Только один шаг вперед Никогда не два И только в одну сторону И только вперед А не назад Все четко Регламентировано И устроено Но если ты выбрался В дамки То тебе позволено Уже все Ты можешь идти И вперед И назад И один шаг И два шага И сколько хочешь Вот какая-то Мудрая игра Шашки Вот такой рассказ На самом деле Ужасный рассказ Ужасный Что он иными словами Говорит Что человек Который поднялся На высокий уровень Поднялся Над остальными людьми Своим духовным уровнем Ему уже закон не писан Он уже может позволить себе Нарушать всякие А все вот эти вот Мелочные Требования Законы и прочее Это для простых людей Но не для тех Кто А как определяются те кто Ну разные Есть те которые праведники А есть те которые Например люди которые считают Что они Поскольку они занимаются Тайной мудростью Мистическими знаниями То вот это вот Познание Мистики Ставит их над Толпой Дает им Духовное помощь В котором они Благодаря которому Они могут позволить себе Нарушить Какие-то там Законы Это катастрофа Это Противоречит И духу И букве Торы К сожалению Время от времени Это всплывает И в древности И вот Один из первых Случаев Подобного рода Это именно то О чем мы говорим Те самые 250 Мужей Которые пришли сюда Люди Действительно Не те которые Начитались Книжек Лайтмана И И подумали Что они теперь Каббалисты И они теперь Право имеют Нет Это были Настоящие Действительно Духовные люди Сливки И еврейского общества И они хотели Подняться Еще Они знали Что это нельзя Но Разрешили себе Это Поэтому и погибли Поэтому они Называются здесь Согрешившими Против своих душ Слова Которые Означают Самоубийца Но вместе с тем Все таки Что касается Совков Которыми они Пользовались Вот эти совки Из Простых Изотрапезных Совков Стали Кодыш Они Отныне Часть Храмового Имущества Часть Храмового Служения Принадлежности Храмового Служения Потому что Ими Распользовались люди Для Служения Богу Запрещенного им Служения Им Вот это нельзя было Делать Но все таки То есть Иными словами Аныциев Возражение Рамбана Не принимает Возражение Рамбана Было Что с точки Зрения Буквы Закона В тот момент Когда Предметом Было произведено Действие Противоречащее Закону То Неприемлемое С точки зрения Закона Служения В храме То Тем самым Этот предмет Не мог стать Частью Храма Двумя путями Может быть Когда Берут Простую Вещь Которая До сих пор Была Обычной Обиходной Вещью И при помощи Ей При помощи Ее Делают Человек Что потом Они При помощи Этих Совков Посвященных Храм Сделали Нарушение Нарушили Закон То Нарушение Закона Если Если Кто-то Нарушает Закон Используя Храмовое Имущество То Тем самым Храмовое Имущество Не Теряет Свою Статус Оно Остается Частью Храмовой Службы И Храмовым Инвентарем Более того Представим себе Что эти люди Вот они Пришли Со своими Совками Посвятили Храмов Кладут На них Угли Кладут На них Благовоние И тут Мужчин Последний раз Подупреждает Вы подумайте Подумайте Хорошо Прежде чем Вы делаете И После Вдруг Хотя бы Некоторые Из них Скажут Знаете Что Действительно Раскаиваемся Бросит Эти самые Совки И убегут Что Произойдет С этими Совками Они же Были Посвящены Храму Незловно Они станут Храмовым Имущества И Это то Что Произошло Здесь Не Воскурение Благовоний Превратило Эти Совки В Храмовое Имущество А То Что Они Их Посвятили Изначально Храму Вот С этим Утверждением Не согласен Более Поздний Комментатор Фимшен Вой Лирш Он Упоминает Такую Возможность Разве Скажем Пишет Он Что Святость Этих Совков Происходила Из того Что Их Специально Посвятили Так Могло Было Быть Теоретически Но Тора Говорит Что Дело Было Не В Этому Ведь Текст Посмотрим В Текст А Совки Этих Людей Согрешивших Против Своих Душ Расплющите В тонкие Листы Для Облицовки Жертвенника Почему Ибо С тех Пор Как Их Принесли Перед Богом Они Осветились С тех Пор Как Их Принесли Перед Богом Не Посветили А Принесли Перед Богом Здесь Мы Сталкиваемся С проблемой С проблемой Переводы На Русский Язык Глагол Который Упомянут Здесь В Оригинале А Крова Это Означает Прежде Всего Да Крым Означает Приблизить Принести Что-то Что Имеется В В Просто Что Их Принесли В Храм Поскольку Принесли В Храм То Теперь Все Что В Храм Пришло То Ушло Было Ваш Стал Наш Конечно Нет Нет Такого Закона Мы Здесь Введу Второе Значение Слова А Крова А Именно А Крова Как От слова Курбан Крова Это Жертвоприношение А Жертвоприношение Суть То Суть Сделать То Благодаря Чему Человек Приближается К Богу Стало Бы Тур Здесь Подчеркивает Что Вот Эти Совки Стали Святынями Стали Частью Храмовой Утвари Именно В результате Того Что С их Помощью Были Принесены Благовония Было Здесь Принесено Некое Жертвоприношение А Именно Воскурение Благовония Не То Что Их Посвятили Как Утверждает Это Ураха И Макадош А Именно То Что При Их Помощи Их Использовали Для Крова Для Жертвоприношения Но Тогда Вопрос у Рамбана Как же Так Если Это То Что Если Именно Тот Факт Что При Их Помощи Было Произведено Какое То Действие Служение В храме Но Тогда Это Не Было С Храмовым Служением Это Было Некошедо Они Все Погибли За Это Им Нельзя Было Это Делать С Точки Зрения Сухой Аллахи Тогда Это Совершенно Непонятно Так Говорит Раввиш Давайте Вспомним Что Здесь Произошло И Поймем Что Действительно В данном Случае Именно То Что Ими Этими Совками Пользовались Для Воскурения Благовоний И Сделало Их Святынями Ведь Почему Эти 250 Человек Воскуряли Благовония Это Была Их Идея Это Не Была Идея Это Было Предложено Муше Предложено Способ Разрешить Спор Пусть Всевышний Вмешается И Он Укажет Кто На самом Деле Коин А Кто Самозванец Для Этого Пусть Каждый Из них Возьмет Совок С Углями Положит Благовония И Будем Дать Решение Суще Стало Быть Та цель Для Которой Приносили Здесь Благовония Это Необычное Принесение Благовонии В ежедневном Порядке Храмовой Службы Нет Все это Принесение Воскурение Благовония Было Именно Для Того Чтобы Выяснить Кто Коин А Кто Самозванец И Раз И Навсегда Разрешить Этот Спор Раз И Навсегда Установить Что Те Кто Служат В храме Это Левиим А Те Кто Священники Это Одно Семейство Левиим Семейство Аарона И так Останется Навсегда Ради Этой Цели Были Использованы Эти Совки И В них Положили Не служили И Именно Это Это Сделало Их Святыней Они Послужили Своей цели Они Сыграли Свою роль Они Должны Были Доказать При Помощи Гибели Своих Хозяев Что На самом Деле И Хозяева Этих Совков Самозванцы А Не Священники И Теперь Тора Говорит Что Эта Цель Должна Быть Продолжена Ведь Для Того Чтобы Храм В дальнейшем Функционировал Нормально В храме Должны Быть Священники А Весь Остальной Должен Не Должен Быть Священник Поэтому Должна Быть Память О Том Что Произошло Когда Люди Не Будучи Священниками Захотели Служить В храме В качестве Памяти Будет Видна Вот Эта Самая Медная Облицовка Жертвенника Она Будет Напоминать Любому Человеку Приближающемуся К храму Кто Здесь Коин Кто Священник А Кто Нет Стало Быть Идея Здесь Та же Самая Эти Самые Совки Они Осветились Они Стали Частью Храмовой Утвори Они Стали Частью Самого Храма Как Любое Другое Храм Имущество Ибо Для Того Чтобы Храм Нормально Функционировал Нужно Было Разрешить Этот Самый Спор Чтобы Он Не Продолжался В дальнейшем Чтобы Раз И навсегда Решить Кто Коин Кто Священник А Кто Нет Вот Почему Эти Совки Стали Святыни Вот Теперь Мы Подходим К Следующему Твердению Следующий Стих Шестой Стих Она Завтра Возротала Вся Община Сынов Израиля На Мужей Аарона Сказав Вы Погубили Народ Бога Как понять Это обвинение Разве Корах Его Сообщники Сами Не Были Виноваты Во Все Разве Их Ужасный Конец Когда Их Поглотила Земля Не Доказал Что Они Выставали Против Бога Как Понять Это Обвинение Которое Народ Бросает Муше Вы Погубили Народ Бога И Дальше Сказано И Когда Собралась Община Против Муше И И Аарона То Обернулись К Шатру Собрания И Вот Облако Покрыло Его И Показалось Видение Славы Бога И Пришли Муше И Аарон К Шатру Собрания И Сказал Бог Муше Отделитесь От этой Общины Я Истреблю Их Мгновенно Отчего Всевышний принимает претензии, получается, что вроде бы мало того, что короха его сообщников поглотила земля, что они провалились сквозь землю, а претендентов на то, чтобы стать священниками, сжег огонь, Всевышний дает еще одно доказательство, давайте с посохами, посох человека, который цветет, вот это будет вам доказательство, то, что я его выбрал, как это понять? Как понять это обвинение? Вы погубили народ. Обращаемся к Рамбану. Рамбан пишет так. Моше и Аарона обвинили в том, что они предложили принести чуждое воскурение перед Богом, зная, что приносящие его будут сожжены. Иными словами, турнир, который предложил Моше, был нечестный. Он же уже знал, что люди, которые не могут быть священниками, если они или люди, которые приносят, даже священники, которые приносят чужое воскурение, благовоние, которого нельзя воскурять по каким-то причинам, то они погибают. Если бы условия этого турнира шли свыше, вопросов бы не было. Но ведь Бог не давал Моше повеление принести эти воскурения. Это была идея Моше. Он предложил короху его сообщникам такой турнир. И Моше, призывая так поступить, не обращался к самим Израиля от имени Бога. Моше и не утверждал, что это свыше. Это его была идея. Это его было предложение. Давайте выясним. Вот таким поединком. Значит, Моше и Арон от себя предложили это испытание, в котором погибли многие из народа. А ведь они могли бы предложить другое испытание. Почему такое испытание? Можно было с самого начала предложить что-нибудь вот типа истории с посохом. И тогда все закончится мирно. Люди не погибнут. За что же вы погубили этих людей? А согласно объяснению рабе Авраама и Бенезры, люди говорили Моше и Арону так. Разве то, что произошло, доказывает, что Бог избрал колено Леви, а Ароны избрал первосвященника? А может быть вы сожгли приносящих воскурение силой своей молитвы? Или с помощью тайной какой-то премудрости, которая вам одним известна? Или мы словами, и Бенезра поясняет, что на самом деле это обвинение в том, что вы погубили народ Бога, оно понятно. Ибо несмотря на то, что нам могло казаться, что все точки над «и» поставлены, что в тот момент, когда Корах и его сообщники порвали сквозь землю, а претенденты на священство погибли в огне, то все доказано. И вопрос исчерпан. Не исчерпан. И не доказано, говорит Бенезра. Люди могли сказать, ну подумай, что умерли. Может, они умерли, вы помолились Богу. Вот и получилось. А что, может, и разве не молился? Молился, конечно. Просился и вышел. Ну вот, чего это доказывает? То, что мой шрабин умеет молиться, мы знаем, что он умеет молиться. То, что Бог внемлет его молитвами, конечно. Но это не доказывает, что вы правы по поводу назначения Аарона, что вы правы по поводу назначения Левитова. Какое-то отношение имеет. А может быть, даже не молитва, а может быть, просто какие-то знания там оккультные. Нет доказательств. И действительно, Рамбан развивает мысль Ибнезры. То есть, что можно объяснить этот кусок именно в этом ключе. Что народ утверждает, доказательства не было представлено. И те, кто погибли, погибли зря. Создается впечатление, что люди не поверили результатам испытания с воскурением. Ведь дальше-то написано. Говорится нами Израиль. И возьми у них по посоху от каждого отчего дома. Для чего Всевышний устраивает еще один поединок. Еще один турнир. Только на этот раз при помощи посохов. Посмотреть, какой посох расцветет. Значит, нужно еще доказательство. Значит, прежнее доказательство было недостаточно. Значит, его мало. И посох человека, который я сберу, расцветет. И я уйму недовольный ропот. Это доказывает, что и после того, как приносившие воскурение главы народа именитые мужи были сожжены, сами Израиля все еще не верили, что левиты избраны Богом, и что первенцы заменены ими. Люди полагали, что мужи и Арон вызвали огонь своей молитвой или магией какой-нибудь. Или же, может быть, это и не молитва, и не магия. А может быть, это был просто хитрый трюк. Трюк законоведа. А именно. Или же он стал наказанием. То есть, этот огонь, который сжег этих людей, он стал наказанием от Бога за принесение чуждого воскурения, которого Бог не велел. Что эти 250 человек, они были до сих пор куаним? Нет. Они имели право приносить воскурение благовония? Нет. Можи сказал им, берите, попробуйте, принесите благовоние. Он их тем самым подставил. Это было наказание. А почему тогда Арон под него не попал? А у Арона это не было чужим. Это было совершено, когда утром, во время утреннего богослужения, когда один из пунктов богослужения – это воскурение благовония. Его Арон и сделал. С него взятки гладкие. К нему претензий не могло быть. Он сделал часть своего священнического обряда. А они сделали вещь, которую нельзя было делать. И это уже было известно, был уже прецедент, что тот, кто приносит, который заран, тот, кто приносит чуждое воскурение благовония – это смертельно. Стало быть, их нечестно подставили просто. Вот в чем было здесь возражение. Причем претензии, продолжает Рамбан, и претензии к Моше и Арону были только по поводу сожженных, но не по поводу поглощенных землей. Так как Всевышний сказал Моше, отойдите в сторону от короха до Танаевы Рама. Иными словами, эта претензия была только по поводу 250 людей, вот тех, которых названы были выше, что они как самоубийцы, а не просто были самоубийцы, они их подставили. По отношению к ним есть претензии. По поводу короха до Танаевы Рама, которые восстали против Моше, у нас претензий нет. Там было столкновение политическое по поводу политической власти, и все, то, что произошло, достаточно доказало, кто здесь был прав, кто был виноват, они провалились под землю, и к ним, по поводу их судьбы решения нет. Здесь никто никого не подставил. Они сами выбрали себе эту судьбу. Итак, это объяснение Рамбана согласно предположению Иблезры, которое стоит в том, что несмотря на то, что Всевышний вмешался в этот спор за священнослужение и сжег 250 претендентов на то, чтобы стать священниками, при всем при том доказательства, кто прав в этом споре, здесь не было, поэтому народ ропщит и говорит, вы подставили людей, вы погубили людей, нечестно. Жуткое обвинение. Все же мне самому кажется, пишет Рамбан, то есть он не согласен с Иблезрой во всем. Он объяснил все, как следует понимать в соответствии с пониманием Иблезры, но сам он хочет объяснить по-другому. Мне кажется, что после того, как вышел огонь от Бога и пожрал свои жертвы, народ понял, что священство принадлежит Аарону. То есть результат этого воспылавшего огня, который принял жертвы Аарона и погубил всех остальных, это доказательство. Однако по-прежнему желал народ, чтобы первенцы служили при шатре вместо левитов. Напомним, что здесь было два спора разных и не связанных друг с другом. Был первый спор о том, кто имеет право быть коином священником. Аарон и его семейство, его сыновья или другие тоже. Корох, например. Второй спор был результатом того, что Всевышний заменил первенцев, которые раньше имели право участвовать в жертвоприношениях, заменил их на колено леви. И вот с этим народ был не согласен. Кто эти 250 именитых мужей, которые пришли воскурять благовоние? Многие комментаторы говорят, они все были первенцами. И им было больно за то, что у них отняли право служить в храме. И передали это право левитам. Народ не устраивала произведенная замена первенцев на левитов, так как люди стремились к тому, чтобы у всех колен, в каждом семействе, и у всех колен была доля в служении при храме, в Доме Бога. Поэтому они и роптали. Вы погубили их. Чем? Какие условия турнира вы назначили? Вы дали им всем воскурять благовоние? Воскурение благовония. Чья это работа? Чье это служение? Коина. Ну, это можно было дать короху. Он собирался стать коином. А эти 250 людей, они что хотели? Они хотели стать коанин? Нет. Они хотели быть левиим. Они хотели быть левитами. И то, что они негодны в качестве священников, конечно, негодны. Но это ничего не доказывает. Они не собирались быть священниками, говорит Ромбан. Они хотели только... Они протестовали только против того, что их, как первенцев, заменили на левитов. Они хотели вернуть себе это право служения в храме, но не принесения жертвоприношений. Чем вы их погубили? Вы их погубили тем, что вы подсунули им работу для коинов, для священников. Конечно, они погибли. Еще бы не погибнуть. Они для этого негодятся. Но они этого и не говорили, они этого и не требовали. Поэтому вы в этом виноваты. Вот такое было обвинение. Поэтому пришлось доказывать, стало быть, что касается огня, говорит Ромбан, огонь завершил один спор по поводу священнослужения. Кто может быть коренным завершителем? Понятно. Не Корох, а Арон и его семейство. Но есть еще второй спор по поводу колена левит. И поэтому в качестве доказательства, поэтому Зевышний говорит, если так, хорошо, проведем еще одно доказательство. Все, каждый из глав колен пусть свой посох отдаст муше. Муше поставит, каждый напишет свое имя на своем посохе. Все эти посохи поставят в шатер, в собрание. И если один из этих посохов расцветет, то его хозяин и тот, кого избал Всевышний. И только после того, как расцвел посох колена леви, который представлял Арон, не в качестве священника, а в качестве главы колена леви, тогда стало ясно, что и второй спор тоже завершен, первенцы навсегда заменены на левитов. И отныне и до конца всех поколений служителями храма будут только левиты. Ну, о том, как конкретно все это уже произошло, об этом мы будем говорить на следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok